Дома уже некуда ставить книги, можете подарить их в библиотеке. Мы отправились в Центральную городскую библиотеку имени Янки Купалы. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу подарить книги в библиотеке. Посмотрите, пожалуйста. Давайте посмотрим. Так, что у нас здесь? Свифт. Путешествие Гульвера. Программная литература, безусловно, мы возьмём. Так, Тайны памяти. Книжечка интересная, но она уже... Старовато, конечно. Видите, у неё такие жёлтые странички, уже не очень хорошо её будут читать. Ну, я думаю, что большим спросом эта книжечка у нас не будет пользоваться. За прошлый год библиотека приняла в дар около двух тысяч изданий. Работники будут рады художественной литературе и книгам про историю Минска. Мы не принимаем книжечки в плохом состоянии, не принимаем устаревшую литературу, учебники, у которых срок действия уже закончился. Если книга в хорошем состоянии, но её не могут принять фонд, в библиотеке имени Янки Купалы есть буккроссинг. Здесь вы можете оставить любое печатное издание. Чаще всего на буккроссинг попадают книги из домашних библиотек, которые люди приобретали ещё где-то в 80-е, 90-е годы прошлого века. Но и попадается свежая литература, свежие журналы. Приносят в основном классику, детективов довольно много приносят, приключенческой литературы, дамские романы. Пока мы снимали, одна из читателей спринесла музыкальные пластинки и журналы. Довольно часто, практически каждый день с утра, пользователи нашей библиотеки приходят на буккроссинг, чтобы посмотреть, что новенькое появилось. Есть выражение «Мой лучший друг – это человек, который даст мне книгу, которую я ещё не читал». И подарить книгу библиотеке – это отличный шанс продлить издание «Жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова